Пока мы просто задавали вопросы, сейчас попробую еще раз перезагрузить презентацию. Пока только вопросы, опять же, запись каста будет, поэтому сможете прослушать. Видео будет, но как вот закончим, не смогу обработать его. Опять же, с компиляцией видео там не так просто, требуется время. Как только будет готово, я вам обязательно напишу. Так, ладненько, пока у нас грузится презентация, давайте, наверное, двигаться дальше, потому что... Так я вас задержал, не на слабо думал, там полтора часа выйдет, кажется, получился немного чуть больше. Так, погнали. Следующий блок, значит, нехватка самодисциплины. Какие с этим возникают проблемы? Ну, понятно, допустим, срыв в сроках, исчезновение с радаров клиента. То есть, не обязательно, допустим, на несколько недель, но, допустим, уйти в невидимость в том же самом скайпе, пока что-то не сделаешь, чтобы показать клиенту. Работал в последний момент, когда, допустим, на заказ, например, две недели, а делаешь его там за последние выходные. Порой себя трудно заставить работать. Такое тоже бывает. То есть, вроде знаешь, что, да, нужны деньги, да, нужно выполнить этот заказ. Ну, вот ходишь вокруг, маешься и посидел, допустим, там, сел за компьютер, запустил фотошоп, свернул, зашел в контакт и затерялся. Например, или там на какой-нибудь там чат для дизайнеров или еще чего-нибудь. Или зашел на сайт поискать картинки или вдохновление и там просидел там несколько часов. Устал за это время, пока сидел за компом и, опять же, забил, ну, как бы, решил сделать это в следующий день. Так может продолжаться до тех пор, пока, как говорится, петух в жопу не клюнет и нужно делать очень быстро и так далее. Как, собственно, с этим всем делом бороться? То есть, понятно, что, ну, тут, во-первых, проблема внутренней и внешней мотивации. Во-первых, с одной стороны, с одной стороны, вы можете себя замотивировать внешними какими-нибудь там, внешней мотивацией. Что это может быть? Это может быть, допустим, ну, у вас тот же самый менеджер может задолбать. Это, во-первых, менеджер, допустим, этого проекта. Во-вторых, можете придумать себе какую-то штраф, можете придумать какую-то плюшку, если вы выполните этот проект вовремя. Но, как вы тут написали, это действительно иногда не помогает. И что вообще с этим стоит делать? Какие вещи я для себя выделил, когда лучше всего работается? Своебразная, допустим, работа на стренажа. Что это значит? Что, допустим, когда вы заработали, скажем, в прошлом месяце, ну, допустим, какую-то сумму, которой вам хватает, хватило на месяц и даже чуть больше. Есть такое ощущение, что вот вы расслабились и хочется там отдохнуть, вот, и как-то переключиться, и вообще, ну, как бы, начинайте лениться. Презентация пока еще не загрузилась. Я вам скажу, дам знать, 90%, да. Как в этом, в Масяне только не дисконнект. Так вот, сейчас я попробую свернуть старую комнату, вдруг получится. Так, ребят, новую комнату, у нас тут 42 человека еще осталось, переходите в новую комнату. А то, может быть, из-за этого у нас не загружается в новой комнате презентация. Потому что я с этим сервисом не особо еще дружу, то есть тут непонятно, как оно, как оно работает. То есть как тут продлеваются эти комнаты, продлеваются они или нет. Потому что вроде, как написано, два часа, но... Ладно, движемся дальше. Так вот, я привык, ну, не то чтобы привык, но один из таких методов, когда нужно себя заставить работать, не один месяц, допустим, эффективно, месяц, допустим, валяешь там балду, короче, и следующий месяц там уже что-то начинаешь работать. А так, чтобы выдавать какую-то определенную эффективность на протяжении, там, нескольких месяцев, ну, достаточно длительном периоде времени. Что предлагаю делать? Допустим, часть денег, которые вам нужны на обязательные расходы, вы, собственно, как бы, либо откладываете, либо сразу проплачиваете все вещи наперед. А деньги, которые у вас остались дополнительными, да, то есть, ваш, скажем так, маржа, да, то есть, ваш доход, ваша прибыль, вы, скажем так, инвестируете. Что это может быть? Либо апгрейдите свою машину, да, то есть, свой комп. Либо, допустим, едите на какие-нибудь конференции. Ну, то есть, суть в чем? Куда ты вкладываете деньги так, чтобы оно вам принесло в будущем какой-то толк. То есть, понятно, можно там пойти в клубешник порезвиться, там, не знаю, накупить каких-нибудь себе ништяков, гаджетов, которые вы проигрался там пару дней и забросил. Вот. Я говорю о тех вещах, которые вам, в принципе, в дальнейшем сослужат какую-то службу. То есть, либо поможет сэкономить денег, либо помогут больше зарабатывать, либо быстрее работать и так далее. Поэтому я иногда так делаю, когда, допустим, понимаю, что нужно хорошенько поработать. Я почти все деньги, которые заработал за месяц, куда-то вложил. В моем случае это, допустим, там, на строительство, ремонт дома, в котором я живу. То есть, у меня здесь еще очень много всего, чего нужно сделать. Вот. И поэтому поехал, допустим, там, затарился материалами, нанял строителей и потратил деньги на ремонт. Соответственно, как-то сказать, ощущение того, что бабки закончились, вот, и на следующий месяц уже нужно, опять же, зарабатывать, очень хорошо поднимают мотивацию. И садишься, начинаешь работать. Так. Вопрос не к кассу, конечно. Какой у тебя монитор? Два стандартных LG по 23 дюйма. То есть, я не брал профессиональные мониторы. Значит, движемся дальше. По-по-по. Помогает иногда замедление или переключение на другую деятельность. Ну, если вы, да, действительно, там, встали от предыдущего проекта, то возьмите и передохните. То есть, но, единственное, что это не должно быть сидение за компьютером, сидение за телевизором или прочая похожая фигня. То есть, есть такое выражение, работаешь сидя, отдыхай стоя. Вот. Или там, ну, как-то активно. То есть, подумайте, какие, чем бы вы могли заняться еще дополнительно, да, то есть, может быть, какое-то хобби, там, заняться спортом, пойти в бассейн поплавать. Очень хорошо переключает. Вы быстрее отдыхаете, чем если бы вы сидели, допустим, там, и смотрели фильмы на компьютере. Вот. В принципе, почти ничего не меняется. И когда вам приходится садиться работать за компьютером, то вы уже фактически устали. То есть, вы никак не переключились. И поэтому себя очень сложно заставить в этом случае работать. Еще один момент. Не работать с трудными клиентами. Что я имею в виду? Допустим, я об этом писал в своем блоге, что клиент может предлагать, допустим, ну, скажем, за проект 5000 долларов. То есть, большая сумма, серьезный бюджет, и вроде как, в принципе, для некоторых это, там, пять месяцев работы, для некоторых два, там, или, там, полтора месяца работы. И, соответственно, вы можете подумать, что это хорошая сделка. То есть, даже если там много работы, например, там, ну, и приходится, придется повпахивать. Но, если клиент неадекватный, почти на 100% вам даю гарантию, что вы этот проект не закончите, и что может произойти дальше. А произойдет такое, что вы на следующий, там, месяц или два будете работать, либо вообще не будете работать, потому что, ну, вас тошнить будет от дизайна. И вам в каждом заказчике будут мерещаться всякие неадекваты. Либо будете работать не в полную силу. И что получается в итоге? То есть, вы хотели бы, вроде бы, заработать, там, 5000 долларов, а на самом деле на протяжении, там, следующих нескольких месяцев вы будете недополучать те деньги, которые вы могли бы заработать в обычном режиме. Вот. Как понять неадекватно, если с первого раза с ним работаешь? Я предлагаю делать своеобразный, как это называется, своеобразный тест-драйв. То есть, вы говорите, что я сделаю, допустим, там, одну страничку для вас без предоплаты. Мы посмотрим, как у нас будет обстоять работа. И, в принципе, ну, как бы, вот эти все неадекватные вещи, они проявляются почти сразу. То есть, если клиент вас задал бы на буквально первой же странице, которую вы сделали бесплатно, так, что вы чувствуете себя, как говорится, прокладкой между ним и фотошопом, да, вот, просто как там инструментом, то с таким клиентом лучше не стоит работать. Вот. И... Поэтому я использую в этом случае тест-драйв, потому что оно дороже будет. Дороже вам выйдет просто в следующий... на следующий, допустим, месяц, там, или через... ну, на несколько месяцев. Так, смотрю, действительно, что-то у нас не грузится презентация. Вообще, засада. Пробую третий раз грузить. Третий раз должно получиться. Секунду. Я старую комнату уже закрыл. Сколько времени уходит в среднем день на работу? От двух до четырех часов. То есть, по большому счету, вот, есть, знаете, такая, может быть, книга «Четырехчасовая рабочая неделя» Тимоти Ферриса. Вот там как раз говорится о том, как работать четыре часа в неделю. Но я вот недавно посчитал, что иногда работаю по десять часов в неделю. То есть, не сильно далеко от этого ушел. То есть, ну, как бы, понятное дело, что я в потолок не плюю, как бы, остальное время, но не столько времени, не столько много времени уходит на то, чтобы сделать дизайн, сколько на маркетинг, привлечение клиентов, общение с клиентами и так далее. Так, книга. Ну, по-моему, там идти в Феррис. Так, секунду. Поищи по автору, там, по-моему, у него всего одна книга. Как происходит оплата в твоих проектах? Не совсем понятный вопрос. Как уговорить клиента на предоплату, надо ли это делать? Ну, смотрите. Вы можете показать, сделать, допустим, самый простой вариант. Вы говорите, что вот я делаю там, допустим, одну страничку или там один кусок работы, небольшой. Вот. И после этого вы делаете предоплату. То есть, вы проверяете, что я адекватно, я нормально работаю, я проверяю, то есть, как бы, все ли, ну, нормально ли мне будет с вами работать. Это, в принципе, устроит и вас, и клиента. Вы сделали, допустим, небольшой кусочек и можете там взять там 30, 40, 50 процентов предоплаты. Давайте тогда, действительно, сейчас еще 5-минутный перерыв, я попробую перезагрузиться, действительно, и так, чтобы у нас было с презентажкой. Так. 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 Сейчас пробуем еще раз. Так. Пока смотрю вопросы. У тебя маг или писи? Писи. Пока не вижу смысла переходить на маг. Как собрать команду, где найти? Ну, опять же, я об этом чуть раньше говорил, что желательно выращивать команду самому. То есть, находить людей, которые хотят обучиться, хотят в этой сфере фигачить. так, налоги платишь государству? Да, конечно. Уже с 2009-го. да, третья группа. Я не знаю, как там, ну, патентная, не патентная система, я понятия не имею, как там в России, поэтому трудно ответить. работа с возражениями клиентов. Ну, пока сейчас опять же ждем нашу презентажку. ты, допустим, как-то сказать, приведи примеры возражений, да, которые, допустим, тебя, на которых у тебя затыки. Я постараюсь предложить варианты, как их обойти. Т. 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 Продолжение следует... Да уж. Так, ладненько. Продолжаем дальше. Что-то у нас с презентацией вообще печаль. Ладно, бог с ней. Продолжаем дальше. По поводу самодисциплины. Значит, не работать с трудными клиентами я уже говорил. Еще один важный момент. Общаться с людьми. Что я имею в виду? Допустим, если вы работаете с менеджером, чувствуете, что вы практически уже на грани того, что скоро перегорите. То есть, понятно, что менеджеру важно, допустим, сдать проект срок. И если он, допустим, спрашивает, можно ли это сделать, допустим, на завтра. Вы понимаете, что для того, чтобы это сделать завтра, вам нужно работать всю ночь. То есть, вы можете так раз-два проработать ночью, но, допустим, на следующий раз уже понимаете, что все, трындец. Скоро просто сгорите и просто можете отказаться от проекта. Поэтому все мы, скажем так, люди и вам, скорее всего, пойдут навстречу, если вы скажете, что, ну, то есть, практически уже перегорели, да, или, допустим, у меня были такие моменты, когда нужно было там работать до самого утра, ложиться там на несколько часов, просыпаться. Вот. Еще они там, так, чуть-чуть умывшись, короче, садятся, опять фигачит дизайн. И потом говорю, что, допустим, менеджеру говорю о том, что, ну, я еще вообще-то там, допустим, полдня прошло, несколько часов спал и еще, допустим, ничего не ел. Мне, в принципе, менеджеры говорят, что иди, отдохни, то есть, все нормально. Мы потерпим, подождем. То есть, люди к этому нормально относятся. Вот. Поэтому, заранее, если есть возможность, если вы видите, предвидите, что ситуация может возникнуть, какая-то сложная ситуация, то заранее обязательно предупредите, ничего страшного не будет. Ну, да, может быть, человек будет там не особо доволен, что проектом не сдастся, допустим, там, какой-то этап не сдастся вовремя. Но, я же говорю, все мы люди и все понимаем, что будет намного хуже, если вы прям, ну, вообще, там, ну, сляжете, допустим, там, с простудой какой-нибудь или там с переутомлением или еще что-нибудь такое. То есть, для менеджера это будет худший вариант развития событий, чем он подождет, допустим, день, пока вы восстановите силы. Не стоит фантазировать насчет сроков. То есть, когда у вас вот приходит клиент и говорит, а вот сколько это будет стоить и какие сроки, и вы начинаете, ну, бывает такое, что начинаете придумывать, не то чтобы придумывать, но стараться втиснуться в те сроки, в которые будет сложно сделать проект. То есть, вы посмотрите, что, допустим, вы, ну, обычно, допустим, клиент пришел, вы в это время в любом случае чем-то занимались. Может быть, какой-то старый проект доделали, может, у вас там какой-то новый наклевывается. Вот вы говорите, что, допустим, ну, вот смотрите, я вот сейчас буду занят вот этим, и, в принципе, берете, допустим, тот же самый календар на Windows и начинаете просматривать, что я завтра буду, допустим, вот этим, вот этим заниматься, смогу освободиться тогда, у меня уйдет, допустим, на это столько-то времени, и я смогу это сделать. То есть, вы как раз не фантазируете насчет сроков, говорите ему реальные вещи и, в принципе, смотрите, клиент соглашается или не соглашается. По моей практике, обычно они готовы подождать, если прям уж не там сильный супер-пупер аврал. Но если это сильный аврал и сильно сжатые сроки, и вы при этом чем-то заняты, ну, фактически, большая вероятность того, что вы просто парлюетесь. И можете потерять и тот заказ, который вы делали до этого, и тот, который вы новый взяли. И при этом еще, как-то сказать, можете испортить отношения и с теми, и с теми клиентами. Поэтому хорошо говорить нормальные сроки, продумывать сроки, которые вы называете, так, чтобы потом самому не вляпаться. И говорить, если вы уже прям на пределе, и фактически скоро перегорите. Скоро перегорите. Поэтому это нормальные люди вас поймут. Домашнее задание по этому блоку. Посидеть, подумать и составить причины ваших своеобразных факапов. То есть, когда вы, скажем так, прогоняете со сроками, с временем на разработку и так далее. То есть, подумать, какие причины тому могли быть. То есть, переутомляемость, не хотелось сделать работу, слишком, допустим, рутинный проект. Взяли проект только из-за денег. И так далее, и так далее. Значит, дальше следующее. Записать симптомы возникновения, ну, собственно, таких ситуаций. То есть, допустим, вы чувствуете, что начинаете уставать. И что там через пару дней вы просто, ну, вообще сляжете и забьете и на проекты, и на менеджеры, и на все остальное. Просто отключите телефон, просто чтобы выспаться. Поэтому, если, опять же, вам нужно записать такие симптомы, для чего? Для того, чтобы придумать то решение ситуации, которое сможет, ну, в общем, какое-то решение, которое сможет эту ситуацию решить. Такой тавтологией получилось, конечно, но тем не менее. То есть, например, в случае с переутомляемостью, вы просто заранее предупреждаете менеджера, что тебе, допустим, нужно там день на то, чтобы передохнуть. Вот. Поэтому так это будет работать лучше. Поэтому еще раз, домашнее задание. По этому блоку. Понять причины факапов. Записать симптомы возникновения лени и так далее, да, то есть, нежелание делать проект. И записать немедленное решение при возникновении таких симптомов. Так, чтобы вы, можно сказать, были во все оружие. По поводу блока самодисциплины. Есть у вас вопросы? Так, задавайте вопросы. Я пока придумал другой вариант, как побороть нашу презентажку. Просто буду картинки загружать по очередному. Так, ссылку на портфолио. Ребят, скиньте кто-нибудь ссылку, хорошо? Если работаешь 4 часа, сколько перерыв и какой длительностью нужно делать, чтобы не уставать? Тут, опять же, нисколько зависит от... Ну, в принципе, я для себя уже сам отметил, что я работаю без перерыва, хорошо где-то 45 минут. Ну, вот как можно сказать, в универе, да, или там в школе было, да, там 45-минутные часовые эти, как они называются. Уроки и, ну, в общем, и получается, в принципе, вот таким образом очень хорошо работается. Я заметил, что максимальная эффективность у меня где-то порядка, там, часа. То есть я час хорошо проработал, потом иду, допустим, там 15-20 минут отдыхаю. То есть там пошел, например, чаю себе заколотил. Вот, и так далее. Поэтому так получается намного эффективнее. Так, так же было интересно... Так, сейчас, секунду. Так же было интересно увидеть работу и узнать, сколько тебе за нее заплатили. Ну, как бы, понятно дело, что это было бы интересно. Но так я делать не буду. Потому что, во-первых, это, в принципе, не повлияет на те... Для вас это, как бы, ничего не изменит. То есть оно не повлияет на количество денег, которое вы будете зарабатывать. Не повлияет на уровень работ, которые вы будете делать и так далее. Так, ребят, видно? Ну, я не знаю, наконец-то я загрузил немного в каличном режиме, но тем не менее. Ура, ура, ура. Значит, следующий блок, это... Следующая ошибка, это не вкладывать в свое развитие. Значит, почему? Я уже вначале говорил о том, что как только я перестал прокачивать себя как дизайнером, начали меня обходить быстро другие специалисты. И, ну, оставалось единственное, что это, скажем так, работать, конкурировать по цене. А это не очень хороший вариант. Поэтому очень хорошо, то есть очень важно себя развивать в этом направлении. Значит, если не вкладывать в свое развитие, то работа превращается в рутину. И, опять же, падают в продажи. Почему? То есть, если вы, допустим, делаете, опять же, там, какие-то средние работы, работаете со средними заказчиками, то, не оставляя времени на развитие, вы постепенно погружаетесь в рутину обыкновенных заказов, которые для вас нового ничего не представляют. И, опять же, тут уже не сколько связано там с прокачиванием навыка, сколько с тем, что у вас просто падает мотивация делать опять то же самое изо дня в день. Как вы представьте, допустим, на конвейере, например, пачки с чаем переворачивать, там, они, например, падают, их нужно ставить вертикально. Не знаю, мне, наверное, хватило бы минут на пять. Значит, следующее. В 30 лет быть просто дизайнером – это уже не круто. То есть я к чему? Что нужно развиваться не только как дизайнер, но и, собственно, как… Ну, то есть нужно расти дальше. Дальше, допустим, развиваться в арт-директора, либо во владельце студии, либо собирать деньги для того, чтобы можно было открыть, там, например, свой интернет-магазин, либо какой-то свой бизнес, не связанный с дизайном. Я вам скажу, что, в принципе, есть такое мнение о том, что если вы, например, занимаетесь дизайном, то имеет смысл бизнес свой открывать, в котором будут работать люди на вас, в другой сфере. У вас таким образом будет меньше соблазна, чтобы делать всю работу самому. То есть вы таким образом себя будете отучать работать, как-то сказать, отучать технарить и больше делегировать свои, ну, свои полномочия, скажем так, больше работать не в бизнесе, а над бизнесом. Это совершенно разные вещи. Так, грузим следующий слайд. Так, какие тут решения могут быть? Значит, нужно выделять время на прокачку навыков даже в счет заказов. То есть, например, вы понимаете, что у вас идет, например, поток заказов, и вы, допустим, должны своим клиентам говорить о том, что вот в такой-то, такие-то дни я работать не буду или, допустим, не смогу взять заказ, потому что мне нужно там прокачать свои навыки, сделать что-то для портфолио, для себя. Почему? Потому что, ну, если вы не будете расти как специалист, как профессионал, то, собственно, деньги скоро закончатся. Поэтому выделять время на прокачку навыков крайне важно, даже если, скажем так, не хочется. То есть, вы думаете, что, блин, тут можно как бы денег заработать, но, опять же, если не будете прокачиваться, то через время деньги будут зарабатываться намного сложнее. А выделять бюджетный маркетинг. Значит, тут, скажем так, дополнительные задания до тех пор, пока до задания не дошли. Посчитайте, сколько в среднем вам приносит один клиент. То есть, это не надо писать в чат, просто посчитайте и, ну, соответственно, и посмотрите, сколько вы денег тратите на то, чтобы этого клиента привлечь. Когда, допустим, я в первый раз об этом задумался и посмотрел, что на маркетинге я плачу, там, допустим, порядка 50-100 долларов в месяц, то есть, там, 20 баксов на дизайн, ой, господи, на аккаунт про на фрилансе, 19 баксов, допустим, там, 20-30 баксов на рекламу кого-нибудь, там, Яндекс Директ или Гугли и так далее. То есть, а клиенты приносят намного больше. То есть, вас, вам, в принципе, не составит больше, как-то сказать, вы можете тратить на клиента, на привлечение клиента больше денег, потому что он вам приносит денег с запасом, скажем так. И для вас это открывает новые возможности, которые раньше вы думали, что для вас они не доступны. То есть, вы можете заказывать более дорогую рекламу, можете сравнивать, какой, где у вас отклик будет больше и так далее, и так далее. И тем самым вы выведетесь в, там, небольшие проценты, там, допустим, 5-10% людей, которые действительно тратят на рекламу много, но и при этом получают больше клиентов. То есть, вы будете, там, в единицах процентов. То есть, было такое когда-то, когда, то ли реклама Coca-Cola, то ли реклама Pepsi-Cola пытались очень сильно продвинуть. И один из SEO, я не помню, то ли Pepsi, то ли Coca-Cola, очень много денег вкладывал на маркетинг. И когда они вышли на большие продажи, его спросили, а почему, собственно, вы там, вы же добились результата? Почему вы не снижаете рекламные бюджеты? Он спросил, ну, а зачем? Если вот оно работает, и, соответственно, как бы то количество потраченных денег приносит определенное количество, там, прибыли. Поэтому, снизив его, можно лишиться этой же самой прибыли. Опять же, дизайнеру имеет смысл вкладывать не только в профессиональные навыки, но и в навык вкладаж. Что сюда несет? Это копирайтинг, о котором я говорил, маркетинг, личный брендинг, то есть это, в принципе, для дизайнера это основные, там, три основополагающие вещи. Поэтому продажи для дизайнера тоже имеют очень большую роль. Так, идем дальше. Будем следующий слайд с домашним заданием. Пока можете задавать вопросы по этому блоку. Презентация как таковой, я сейчас говорю, просто я сохраняю картинки из презентации и загружаю их по одному, потому что они почему-то не грузятся все вместе. Вот, значит, домашнее задание, значит, запишите, подумайте и запишите, чему вы научитесь в ближайшие месяц, три месяца. То есть, чему бы вы хотели научиться, каким-то новым навыкам, не обязательно это профессиональные навыки и так далее. То есть, это может быть навыки, связанные с продажами, то есть, ну, к какому результату вы хотите прийти. Запишите, какие работы для портфолио вы сделаете. То есть, какие-то проекты для себя выделите, что вы хотели сделать, например, там, дизайн приложения, например, для Крари. Или там, дизайн какого-нибудь там социального приложения для какого-нибудь известного бренда. Следующее, какие профессиональные конференции вы посетите. Профессиональные, я имею в виду, те, которые связаны не там, где ваши клиенты, а там, где вы сможете послушать, допустим, тех же самых известных дизайнеров, поучаствовать в каких-то семинарах, в каких-то тренингах и так далее. Так. Пока задавайте вопросы. Дальше нагенерю картину с презентацией. Как вести с рутинными проектами, у которых малый бюджет? Не брать рутинные проекты, у которых малый бюджет. это самый такой простой вариант. Почему? Потому что оно того не стоит. Честно говоря, со временем вы поймете, что рутинные проекты даже с большим бюджетом не стоит брать. ссылку, опять же, ссылку, наверное, уже несколько раз скидывали. Да, там есть. Только не веб-страком, а core.ua. Так, 15 тысяч за интернет-магазин по ключ, дизайн дорого, это дешево. 15 тысяч за интернет-магазин, только за дизайн, это в принципе дешево. А все вместе это должно быть что-то, скажем так, шаблонное, то есть, какой-то, и ты это все собираешь. Это может быть еще. Как доказать, что это дешево? С сравнением. ты показываешь, что за вот такую сумму человек получит вот это, вот это, вот это, вот это, а за вот такую сумму он получит вот это, вот это, вот это. И там не нужно писать, что там будет валидный код, там и так далее. Заказчику пофигу на валидный код, если это разве что не студия. А ему там важно увидеть, что он, допустим, сэкономит на рекламе, привлечет больше клиентов, и у него будет больше продажи. Так. Домашнее задание. Грузим. Куда он только грузится? Грузим домашнее задание по этому блоку. Как начать с нуля, если толком в инете не знаешь и помогать тебе некому? Ну, опять же, нужно понять, что именно начать с нуля. Самый простой вариант устроиться стажером в студию. Там тебя быстренько, скажем, заставят, короче, заставят работать, ты войдешь в колею, а потом уже сможешь выбирать, что тебе делать дальше. Что надо говорить, чтобы продать сайт за миллион? Ну, собственно, когда продам сайт за миллион, я, наверное, с вами поделюсь. Кстати, CETIS продает сайты по полтора миллиона. Как это? Ну, я же говорю, есть люди, есть клиенты, которым цена не столько имеет значение, сколько решение проблемы. Значит, у них хорошие продажники. Идем дальше. Ага, это я уже загрузил. Отлично. Домашнее задание записали, да? Конечно, закрываем. Еще раз повторю домашнее задание. Запишите, чему вы научитесь в ближайшие 1-3 месяца, какие работы для портфолио вы сделаете и какие профессиональные конференции вы посетите. Не понял. Вообще отказаться, а кушать на что? Это не совсем понятно, к чему это. От рутины? Ну, собственно, поднимайте стоимость. Для начала хотя бы поднимайтесь тогда стоимость работ и старайтесь искать нерутинные проекты. и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!